МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем-всем доброе утро! Доброе утро! Просыпаемся в хорошем настроении. Вместе с вами мы, Иван Тинников и Ольга Баргаякова. Сегодня продолжим разыгрывать подарки, расскажем о плюсах и минусах содержания британских кошек. Сбодриться с утра вам поможет наш инструктор, а зарядиться позитивом самая веселая рубрика по приколу. Не переключайтесь! Сегодня 5 декабря. Есть не очень серьезный повод улыбнуться, ведь на календаре день поющих звезд. Интересно, как они поют? Я, если честно, ни разу не слышу. Говорят, что в городе эту музыку невозможно услышать, нужно выйти в зимнее поле, и только там можно уловить мелодии падающих звезд. Спасибо большое, Оль, за совет. Я обязательно как-нибудь попробую. Еще сегодня отмечается Международный день добровольцев. Кстати, в 17 веке словом, волонтер называли военных, готовых сражаться без оплаты. Сегодня же волонтеры трудятся в самых разных сферах. Они помогают людям с ограниченными возможностями и тем, кто попал в беду. Принимают участие в ликвидации последствий катастроф и даже занимаются уборкой и благоустройством территорий. В общем, это люди с большим сердцем и активной жизненной позиции, как и наши блогеры, которые, хоть и через соцсети, но все же делают добрые дела. Доброе утро, Какаси! Наконец-то к нам в город пришла настоящая снежная зима. Наконец-то в этом году у нас будет снег. Ну, я надеюсь, что так будет с зимой. Чаще выбирайтесь на ход и в лес. Друзья, они близкие. Гуляйте, дышите свежим воздухом и будьте здоровы! Но мы продолжаем наш недельный марафон вопросов. На кону сертификат на двоих на отдых в живописнейшем месте, Долине Бабик. Первый вопрос мы задали вчера. Скоро новое задание. Так что следите за эфиром внимательно. А сейчас ликбез для тех, кто много времени проводит на работе, но очень хочет, чтобы дома его встречал четвероногий друг. Юлия Константинова расскажет об особенностях содержания кошек по истине удивительной породы. В рубрике «Четыре лапы». Это моя первая кошечка. По паспорту Габриэла Бритиш Баттерфляй. В архиве у Евгении больше полусотни фотографий кошек. В разных ситуациях, с разным настроением. Рассказывает, британцев выбрал ее муж. А потом сама буквально влюбилась в представителей этой без преувеличения уникальной породы. Эти кошки, они самодостаточные. Спокойно им игрушечку оставила. Они играются сами себе, когда захотят. Если их изначально в детстве приучить к лотку, они будут ходить только на лоток. То есть у них нет такого, чтобы взять и где-то нагадить. Они так никогда не поступают. Им не позволяет так поступить их гордыня. Аристократы такие. К тому же они просто красивые. Прикоснувшись хотя бы раз к изумительной плюшевой шубке британца, уже никогда не забудешь этого ощущения. Ладонь утопает в густом, упругом, теплом, шикарном мехе масти Орликин, колор-поинт, мрамор, черепаховый, дымчатый. Существует около ста вариаций рисунчатых и сплошных окрасов. Выбор огромен. В зависимости от цвета глаза британца могут быть медовыми, голубыми или зелеными. Согласитесь, но как можно устоять перед обаянием настоящего чеширского кота, которого считают национальным достоянием Англии? Широко известные и всемирно популярные британцы – аборигенная порода Англии, формировавшаяся естественным путем многие века. Предки бритов были когда-то обычными рабочими кошками, которых держали в качестве крысоловов. Долгое время англичане обделяли вниманием тяжелых, мускулистых животных. Для жителей Туманного Альбиона предки этой кошки выглядели вполне заурядно. 13 июля 1817 года в Лондоне прошла первая британская выставка кошек, на которой как раз-таки присутствовали и британские короткошерстные. Им там как раз и стандарты первые обозначили, критерии. Ну, не только им, но и другим кошкам тоже, другим породам. От предков аборигенов современные британцы сохранили крупную голову, мощную короткую шею, широкую спину. Лапы и хвост немного короче, чем у обычных кошек. И никаких острых углов, только мягкие линии. Ориентированные на человека. Мы их любим за свою мимишную мордашку, за свою плюшевость. И порода на самом деле очень популярна во всем мире. Даже в азиатских странах, даже в Африке они есть, несмотря на то, что там жарко. А еще они очень коммуникабельны. Хорошо ладят с детьми. У Евгении детей двое. Старшему пять. И вот первую кошку мы брали как раз, когда я беременная была. Так вот, первая кошечка Габриэла, она мне всегда помогала с сыном. Я, допустим, уйду на кухню, не слышу, как он проснулся. Она подбегает ко мне, садится вот так вот у колонок и смотрит на меня в упор. Я на нее, ты чего моя? А потом прислушиваюсь, сын плачет. Няньки, просто вообще обалденные няньки. И удивительные частюли, уход за которыми не создаст много хлопот. Ну, единственное, это подрезание когтей обязательно. Обязательно смотреть, если на глазках какие-то заспанки появляются, так же, как у человека, то, соответственно, их убрать. Шерсть они прекрасно вылизывают сами. Единственное, чтобы не забивался их желудок, потому что у них очень густой подшерсток, желательно раз в неделю их вычесывать. Обязательно поставить прививки. Кормить лучше всего специальным кормом. Евгения использует сухой, но можно и варить, включая в рацион необходимые компоненты. Однако это сложно и по времени затратно. А еще это плюшевое чудо. Ни в коем случае нельзя ругать. Если наш ходит, застав на месте преступления, нужно сказать, так делать нельзя. И британец поймет, запомнит, примет к сведению. Многие хозяева уверены, котята перенимают правила хорошего тона едва ли не с молоком матери. Вы все еще раздумываете, представители, какой породы кошек прописать у себя дома. Отбросьте сомнения. Британская кошка станет вам настоящим другом. Вопрос для тех, кто хочет насладиться красотой долины бабик и отдохнуть на базе жарки. Внимание! Как зовут первую кошку британской породы героини предыдущего сюжета? Если вы смотрели внимательно и у вас есть вариант ответа, присылайте его по смс на наш короткий номер 4647 в начале слит на утро РТС и через пробел ваш текст. Также вы можете написать нам через мессенджеры WhatsApp и Viber по номеру телефона, который сейчас внизу экрана. Оля, вот ты заметила прошлой ночью, какая на небе была шикарнейшая луна? Конечно, Ваня, я думаю, что это красивейшее явление могли наблюдать многие жители Земли. В сети уже появились многочисленные видеосвидетельства того, насколько приблизился спутник нашей планеты. Суперлунием, кстати, называется полная луна, когда она, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с Землей. В период суперлуния небесное тело кажется на 30% ярче и на 14% больше. Кстати, вот в народе считается, что в суперлунии от земного спутника исходит настолько мощная энергия, что можно даже загадывать желание и заряжаться энергией от луны. Но если вы этого не сделали, не расстраивайтесь, ведь у нас есть зажигательные инструкторы. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня зарядку мы с вами сделаем по методу Пилатес. Поставим ножки на ширине таза, расправим наши плечи и разведем ручки по сторонам. Ладони направим в потолок, плечи к ушам не поджимаем, давим плечами вниз. Лопатки держим месте, животы подтянуты. Делайте хороший вдох, с выдохом вытягивайтесь за правую рукой в сторону, не наклоняйтесь. Именно вытягивайтесь через центр с выдохом, повторите то же самое влево. Спинку не округлите, держите ровно. Снова вдох, следующее движение – выдох. Еще повторим четыре раза. Вдох, вытяжение, выдох. Представьте, что вы снова деревце, разделите себя на две части. Все, что выше пупка, движется вместе с вами, все, что ниже, сильное стоит на полу. В центре остановимся, добавим наклон руки сверху. Выдох, наклон ручки длины, вдох, раскрыли. Выдох, закрываем, вдох, раскрыли. Держите лопатки вместе, ни в коем случае при наклоне не округляйте грудную клетку. Еще два раза. Выдох, в центре вдох. И последний раз – выдох, в центре вдох. Молодцы. Друзья, спасибо, что были с нами. Хорошего вам дня и отличного настроения. На чашку утреннего чая к нам сегодня заглянул наш коллега Михаил Мирзликин, автор и режиссер проекта «Книга степей». Привет, Миша. Здравствуйте, доброе утро. Миша, мы позвали тебя не случайно. Напомню нашим телезрителям, что съемочная группа проекта «РТС Книга степей» прошла отбор всероссийского чемпионата по сериалам, в котором участвовало ни много ни мало 200 работ. И нашим ребятам удалось обойти самого Федора Бондарчука. Вот так-то. А, Миша, ты только что, буквально только что вернулся из Москвы. Скажи несколько слов о этой поездке. Что тебя больше всего запомнило, что ты смог увидеть? Ну, одно из самых крутых – это, наверное, Останкино. Походили по Останкино, походили по студиям НТВ, походили по первой студии. У нас есть, кстати, подборка видео и фото Мишиных приключений в Москве. Давайте посмотрим. Всем привет, мы в Останкино, «Книга степей». Ребята с НТВ красавчики. Ходим, смотрим. Вообще, тема. Рекламу снимают на mail. Для mail.ru снимают рекламу. Из НР, здравствуйте. Я Михаил Берзликин, автор и режиссер. Со мной Вячеслав Казаков, оператор и художник по свету. Не секрет, что кадровый потенциал Москвы ширится за счет регионов. Я знаю, что ты встретил в Москве земляков. Как они поживают? Да, там вот как раз говорил про них НТВшники. А Алексей Разоренов, Александр Беляев работают там на НТВ. Ну вот как раз они нас в Останкино провели. Здорово. Одни из Хакаси и крутые операторы, которые работают на федеральном канале. И приятно познакомиться было. Миша, скажи, ну вот поездка стала для тебя полезной в плане каких-то новых профессиональных знаний или, возможно, опыта? Ну, знания мы там не получали. Просто то, что сами наблюдали, за чем смотрели, то в голове отложилось. И это очень полезно в любом случае. Посмотреть, как... Не то, что Москва там суперкрутая. Посмотрели, примерно все то же самое. Только чуть масштаб другой и деньги. А так мы делаем тоже хорошо. Миш, ну раскрой главную интригу о чемпионате по сериалам. Все-таки мы выиграли или нет? Пока говорить не можем. Да, мы подписали соглашение о неозглашении. Мы не можем сказать. 21 числа будет известно, вот выйдет программа. И вы узнаете, что мы, как мы съездили, как программа прошла. Вся интрига раскроется 21 декабря. Да, будем ждать, смотреть, обязательно следить за судьбой нашего сериала. Спасибо, Миша, тебе, что пришел. Желаем еще больше интересных проектов и творческих успехов. Спасибо большое, что позвали. Международной группе физиков удалось обратить время вспять. Эксперимент, правда, проводили на паре взаимосвязанных частиц. Ученые смогли доказать, что для квантовых битов спонтанно нарушается второй закон термодинамики, согласно которому в изолированных системах все процессы идут только в направлении увеличения энтропии. Звучит очень сложно, так что давай не будем грузить наших зрителей с утра. Суть открытия в том, что развернуть время в обратном направлении можно и в более сложных системах. Получается, что в новостях будут говорить о событиях, которые как бы еще не произошли. Почему, Оля? Что ты меня путаешь? Выключай лучше давай фантазию свою, давай лучше узнаем, что на самом деле происходит в стране и республике. 7-8 декабря в Хакасии впервые пройдет акция «День приема монеты». В эти дни в ряде банков республики можно бесплатно обменять накопившиеся монеты на банкноты или монеты большего номинала. В обмен на мелочь можно также получить памятные монеты номиналом 25 рублей, выпуск которых посвящен проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Банк России пригласил кредитные организации участвовать в этой акции, чтобы вернуть монеты из копилок жителей в активный оборот. В прошлом году жители Хакасии держали в копилках аж 24 тонны монет. Жители Хакасии начали лишать бытовой техники по причине долгов за электроэнергию. Энергетики и приставы посещают злостных неплательщиков и в ходе рейдов на их имущество накладывают арест. Должнику дается 10 дней, чтобы расплатиться за электричество. В противном случае имущество реализуется, а вырученная за него сумма идет в счет оплаты долгов. Всего в должниках числится более 6% потребителей Хакасии. С 4 по 18 декабря в Хакасии будет действовать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров к Новому году. Специалисты проконсультируют вас по вопросам качества и безопасности детских товаров, новогодних подарков, нормативных требованиях к этим товарам и условиям их реализации. Телефон горячей линии 34 36 14 34 36 13. Лыжному спорту в Хакасии быть. Вершинитёй сдана в эксплуатацию вторая очередь Центра спортивной подготовки, где, кстати, сейчас проходит первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Новое многофункциональное здание торжественно открыли глава Хакасии Виктор Зимин и президент Федерации лыжных гонок страны Елена Вяльбе. Многофункциональное здание в лыжном спорте и объект незаменимый. Теперь в распоряжении спортсменов, тренеров, судей и техперсонала оборудованы помещения для всех служб. Звукоаппаратная, секретариат, судейская, медпункт, допинг-контроль, комнаты для массажа, пресс-центр, столовая. Всё это прямо на стадионе. Мы удивляемся каждый год тому, что всё время база совершенствуется. И в этом году мы приехали на стадионе, стоит новое помещение, это, как мы считаем, судейский дом. Там же есть места для проживания, там будет кафе, то есть как бы это очень радует. Во второй этап строительства ЦСП Тёя, кроме МФЗ, вошли трибуны, система освещения и видеонаблюдения за трассами. Впереди возведение четырёхэтажного здания для приёма пищи и отдыха, а также автостоянки. Напомним, в 2011-м проект строительства в Хакасии Центра одобрил лично президент страны. В итоге сейчас это единственная сертифицированная круглогодичная лыжная база в России, расположенная в Среднегорье. Тысячи спортсменов начинают сезон именно здесь. Проходят этапы Кубков Европы и России. Глава региона Виктор Зимин поблагодарил президента Федерации лыжных гонок Елену Вяльби за помощь в реализации проекта. Вот сегодня исторический момент. Мы вводим уже в вторую очередь. И совсем недавно мы с Вяльями с Вяльями Васильевичем были у министра спорта и обговорили следующий этап. Мы будем продолжать достраивать этот объект, развивать его. По словам Елены Вяльби, руководство республики проделало огромную работу, чтобы вся лыжная страна могла готовиться к победам в действительно первоклассных условиях. Не бросать это намоленное спортсменами место было единственно верным решением. Есть регионы, куда я приезжаю по нескольку раз, встречаюсь с губернаторами, с министрами. Мы обсуждаем, мы планируем. В итоге уезжаю, там год-два проходят, все остается на том же месте. У вас очень оперативно, за, кстати, очень небольшие деньги. И самое главное, что у вас есть и летом теперь, где можно тренироваться, лыжероллерная трасса в горах. Стоит отметить, что лыжный спорт культивируется в вершине Тёи уже свыше 40 лет. Больше 50 лыжников, уехав отсюда, стали олимпийскими чемпионами. Несмотря на уже богатую историю, уверены эксперты, это место только начинает отчет новой жизни. Ван, тебе знакомы такие слова, как контуринг, стробинг или хайлайтер? Я, конечно, могу попытаться озвучить свои догадки, но лучше не буду. Что ты, Оля, опять задумала-то, а? Да вот узнала, что в макияже есть разные способы, чтобы подчеркнуть достоинства или что-нибудь скрыть. Ну, мне-то уж точно это неинтересно, а вот нашим телезрительницам, может быть, и да. Сейчас мир макияжа ограничивается не только тональными средствами и пудрой, а также появилось множество косметических средств, которые помогают и скрыть недостатки, подчеркнуть. Что касаемо хайлайтера, это такие косметические средства, они имеют и пудровые текстуры, и кремовые текстуры, в общем, очень много оттенков всяких. При помощи хайлайтеров можно подчеркнуть естественное сияние и выразить те черты лица, которые надо выдвинуть на первый план. Марина, а вот это вот грубое скульптурирование, так называемое, да, когда девушки выделяют какие-то черты лица или полностью меняют, как именно скульптурируют свое лицо, так скажем, оно еще в моде? Нет, я хотела сказать, что это уже больше подходит под слово анти-тренд. Не владея навыками визажа, но обладая огромным желанием преобразиться, можно превратиться в бабу-ягу. Но это не значит, что скульптурирование – это плохо. Мягкий и грамотный контуринг сыграет на руку любой моднице. Ну вот, в принципе. Знаете, красота – это стратная, как и я. Ну, а об анти-тренде мы сказали. А скажи, что сейчас в моде? Сейчас я вам хотела рассказать, открыть завесу, и не знаю, может быть, это будет такое небольшое опережение впереди, но уже полгода, как все девушки будоражат умы такое слово, как стробинг. Такая техника макияжа, которая подчеркивает более натуральную красоту, естественное свечение кожи. И, опять же, она выполняется при помощи тех же самых модных сейчас хайлайтеров. Наверное, у каждой девушки уже можно найти в косметичке. Мы подготавливаем лицо, проходимся тоником. Если это был макияж заранее, то делаем демакияж. Мы берем пудру, ой, тональный крем ваш, который подходит к вашему цветотипу. Может, это даже какой-то будет биби-крем, который ложится тонким слоем, но также подчеркивает, ну, освежает лицо все равно. Берем хайлайтеры, такая замечательная палетка. Как раз она такой летний вариант, потому что тут можно и как раз загар подчеркнуть, очень универсальная. Сейчас я наношу кремовый хайлайтер на те места, где у нас солнышко освещает естественным дневным светом те части. Это вот под бровку мы накладываем. Тем же цветом проходимся на скулу, где свет ложится, туда и ложится хайлайтер. Сейчас еще очень модный тренд – это эффект влажной кожи. При помощи кремовых, особенно хайлайтеров, можно этот придать. Вот уже маленько. Да-да, вот оно появляется в сиянии. Также наносится над губкой. И вот выступающая часть подбородка. Тональное средство, тональная основа, которая под стробинг ложится. Лучше всего, чтобы это было матовое средство, подматирующее, потому что если будет тональный крем, который будет придавать сияние, то у вас просто будет все в лицо блестеть. Это будет просто абсолютно не тот эффект, которого мы набиваемся. Пудра – обязательный штрих. В отделении линии скул еще никто не отменял. И в завершении последний совет. Не стоит злоупотреблять хайлайтером, иначе можете попасть в просаг, как Анжелина Джоли, Кристина Агилера и Николь Кидман. Ну вот, мы завершили образ для Ольги. Познакомили тебя с хайлайтером. Теперь ты будешь знать, что такое хайлайтер, и что в летнем макияже, тем более, он уже незаменим. Будешь обязательно побежишь покупать его. Буду экспериментировать. Да, будешь мне писать и спрашивать, Марина, это можно, а это мне пойдет. Вот отчет. Такой трендовый макияж можно научиться делать за пять минут дома. Ну что, ты видишь результат? Да, теперь я сверкаю. Прямо спасибо тебе, Марина. Теперь я в тренде, чего и вам советую. Но помните, что во всем нужно знать меру. Самую глубоководную на планете рыбу удалось снять на видео в Марианской впадине Тихого океана. Ролик опубликован на канале Вашингтонского университета. Как пишет The Independent, ученые назвали рыбу «марианским морским слизнем». Она живет на глубине более 8 километров. На кадрах видно, как несколько особей белого цвета, похожих на помесь рыбы и головастика, окружают заинтересовавший их предмет. Сколько бы ни изучали люди природу, она не перестает преподносить сюрпризы. А вот что сегодня ждать от звезд, узнаем из звездного гороскопа. Овны. Начало дня удачно. Даже со сложными делами в это время можно отлично справиться. Тельцы. Отличное время для учебы, работы с информацией, решения задач, требующих творческого подхода. Близнецы. Не исключены романтические увлечения. Раки. Не стоит торопиться с покупками, есть опасность, что они окажутся неудачными. Львы. Проблемы, возникающие в это время, далеко не так серьезны, как может показаться на первый взгляд. Девы. Многое дается труднее, чем обычно. Не стоит рассчитывать на то, что вы быстро достигнете поставленных целей или одержите верх над недоброжелателями. Весы. Вас ждет противоречивый и напряженный день. Скорпионы. Какие бы цели вы ни ставили перед собой, шансы добиться их очень высоки. Стрельцы. Возможны встречи с необычными людьми и знакомства, которые запомнятся вам надолго. Козероги. Трудности могут возникнуть, но серьезными они вряд ли будут. Водолеи. Начните день с решения сложных рабочих задач. Рыбы. Что бы ни происходило, старайтесь сохранять душевное равновесие и уверенность в своих силах. У нас есть еще одна викторина для самых эрудированных и внимательных телезрителей. Напомню, со среды мы начали разыгрывать сертификат на посещение реалити-квеста «Выход». Победитель получит возможность в компании друзей окунуться в иную реальность и получить порцию адреналина и новых эмоций. Сегодня вы услышите последний вопрос недельного розыгрыша. Внимание! Как изначально называлась игра, в которой игроков запирают в помещении, из которого они должны выбраться за определенное время, находя предметы и решая головоломки? Мы ждем ваших вариантов на наш короткий номер 4647. Вначале слит на утро РТС и через пробел текст. Или пишите в мессенджерах WhatsApp и Viber по номеру, который сейчас внизу экрана. А пока некоторые ломают голову над вопросом, остальным предлагаю улыбнуться. Рубрика «По приколу» Авторы и исполнители хакайской песни активно готовятся к настоящему музыкальному батлу. Десять дней остается до пятнадцатого конкурса национальной музыки «Хыс-Хыс-Агнары», что переводится как «Зимние колокольчики». И в гостях у программы «Утро Хакассии» бессменный организатор республиканского конкурса, человек, без которого ничего бы не состоялось, Игорь Баргаяков, а также автор-исполнитель «Сибдейтон». Доброе утро! Доброе утро! Игорь, расскажите, пожалуйста, какие сюрпризы вы готовите для зрителей, или, может быть, даже для участников на этот раз? Приняли решение, чтобы аккомпанемент был «Хакасские народные инструменты» в хакасской манере, о чем вижу, о том и пою, импровизация, там песни душевные. Вот это одна номинация. Вторая номинация – гитара, современные инструменты. И третья номинация – авторы-исполнители под минусовые фонограммы, оркестровые фонограммы, будь то этнические, любые другие, в ногу со временем, в современных ритмах. Игорь, напомните, пожалуйста, нашим телезрителям, где и когда они смогут насладиться хакасской манере. А, да, 16 декабря в Малом зале Центра Кадышева удивительные песни, трогающие душу каждого человека, камерные, вот такие передающие настроения. Можно будет услышать в Малом зале в 15 часов, в 3 часа – это 16 декабря, в субботу 2017 года. Приходите, не пожалеете. Игорь, Сибдей, большое спасибо, что заглянули к нам. Да, я знаю, что вы пришли с музыкальным подарком. Сибдей, о том, что вы нам сегодня исполните, расскажите. Давайте, я спою, как говорит Игорь Ленич, то, что вижу, но то, что не вижу, я уже не пою. Игорь Ленин Игорь Ленин Спасибо Сибдей Тому, а нам остается пожелать всем хорошего вторника. Улыбнитесь, ведь до Нового года осталось всего 26 дней. Встречаемся каждое утро на РТС в это же время. Игорь Ленин